Здравствуйте, уважаемые зрители! Это наша 20-я заключительная часть по сравнению украинской и российской армии по бронеавтомобилям, классам РАП и вообще в целом, в которой мы продолжим анализ армии и их боеспособность, которые сложились по мере продолжения российско-украинской войны. В том, как сильно российская армия под данным показателем отстава от украинской, мы уже очень хорошо на примерах и фактах разобрали в наших предыдущих сериях. А в этой части особое внимание будет уделено российскому военно-промышленному комплексу и в частности автопрому, где мы покажем на фактах, как российский автопром скатился с производства более-менее современных бронеавтомобилей и вообще автомобилей в кооперации с западными компаниями, до производства образцов техники времен СССР, когда западные компании прекратили сотрудничество с Российской Федерацией в результате санкций за российское вторжение в Украину. Мы покажем на фактах, как буквально за один год российская промышленность скатилась на 50 лет назад, а возможно и более, в советское прошлое. И как конвейер российских заводов стал выпускать автомобили технического уровня 1970-х годов прошлого века. Узнаем, какие новые российские аналоговнеты появились в Российской Федерации и сможет ли их производить российский автопром. И в каком количестве. Узнаем о масштабных потерях российской армии в Украине и неспособность российского военно-промышленного комплекса оснастить российскую армию необходимым количеством бронеавтомобилей в нужном качестве и количестве. И как результат узнаем о том, как российскому автопрому фактически настал капут, а российская армия массово пересела с бронеавтомобилей на тентовые грузовики, а также стала перевозить своих военных просто в самославах. Вместо песка или там щебня, к примеру, туда стали грузить российских военных. Все это на фактах будет показано вам далее. Точно так же вы в деталях узнаете, какие именно российские предприятия автопрома пытались уйти от санкций Запада и обойти их, продолжая поставлять продукцию для российской армии. И какие шаги ими были предприняты для этого, чтобы и попытаться обойти санкции и продолжать поставлять продукцию для российской армии, армии агрессора. В прошлых сериях видеообзора мы очень хорошо на примерах разобрали, каким парком отечественных бронеавтомобилей обладала Украина до российского полномасштабного вторжения. И какие бронеавтомобили стали поступать в Украину уже после российского нападения. Нужно сказать, что некоторые бронеавтомобили мы не успели рассмотреть, потому что фактически каждая страна развитого мира стала присылать помощь Украине. И как результат, очень различные бронемашины поступили в украинскую армию. Каких-то было больше, каких-то меньше. Мы взяли для нашего видеообзора самые, пожалуй, первые, значительные, которые очень заметно повлияли на войну, а также самые массовые бронеавтомобили, поступающие в Украину. Все пересмотреть не удастся, потому что обзор будет очень большой. Но даже те бронеавтомобили, которые были поставлены в небольших количествах, в сумме тоже внесли свой большой вклад в обороноспособность Украины. Так как таких было очень большое разнообразие. Пусть их было мало по количеству, но много разновидностей, что в сумме дало большое количество в целом. Также мы рассмотрели, как санкции остановили выпуск бронеавтомобилей семейства Тайфун на России, как от КамАЗа, так и от Урала. Но основной акцент был сделан именно по КамАЗу. Где мы узнали, как КамАЗ полностью прекратил поставки военных бронемашин для армии в результате усилившихся санкций в 2017 году, в результате чего российская армия полностью лишилась новых поставок бронеавтомобилей. Также известно, что предприятие Урал также пыталось избежать западных санкций, поэтому также боялось поставлять бронеавтомобили для российской армии. Это означает, что количество выпущенных бронеавтомобилей класса МРАП тоже может быть гораздо меньше, чем мы даже предполагали ранее. То есть российские компании начали производить с 2014 года новые бронеавтомобили, а потом в 2015 и 2016 годах, по мере усиления санкций Запада, стали бояться поставлять свою военную продукцию для российской армии, чтобы избежать санкций Запада. Но полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину в 2022 году окончательно включило эту компанию в санкционный список западных стран. И это неудивительно, ведь это один из основных автомобилей российской армии. А предприятие Урал поставляло для них комплектующие для их обслуживания и ремонта. И поставляло в армию свои новые автомобили. Российская армия начала вторжение в Украину, в том числе используя Уралы. Так что избежать санкций этому предприятию не удалось. А значит предприятие потеряло доступ к зарубежным современным комплектующим. Значит современной качественной продукции это предприятие уже не может выпускать. Как минимум пока действуют санкции. Ведь нет западных комплектующих и нет современной продукции. Вот это и называется демилитаризация Российской Федерации. Как обстоят дела с Тайфун Ка от КАМАЗа? Выпускает ли он эти бронеавтомобили или нет? Неизвестно. И если да, то какие именно и в каком количестве? Ведь зарубежные комплектующие для их выпуска нужно было тоже чем-то заменять. А подобные не выпускаются на территории Российской Федерации. Возможно КАМАЗ перешел на выпуск более простых бронированных грузовиков. Без зарубежных комплектующих с соответствующим снижением качества техники и ее боевых возможностей. И производство того же бронеавтомобиля Ахмат этому яркое подтверждение. Ведь фактически он производится полностью из КАМАЗовских комплектующих. То есть по сути является очередным КАМАЗом. Только с заметно ухудшенными характеристиками и боевыми возможностями в сравнении с теми же Тайфун Ка и Тайфун У. В которых было много зарубежных комплектующих. Что еще раз подтверждает факт демилитаризации России в качественном плане. Также стало известно, что ранее КАМАЗ полностью прекратил выпуск техники для российской армии, чтобы не попасть под западные санкции. Случилось это после вторжения России в Украину в 2014 году. Именно тогда Запад стал вводить санкции против России за агрессию. Возможно именно с этим связан тот факт, что бронеавтомобили Ахмат создавались совсем на другом заводе, но использовали все комплектующие от КАМАЗовских бронеавтомобилей. Да и само шасси КАМАЗ целиком без изменений было применено в этом новом автомобиле. Что в принципе само по себе является поддержкой российской армии и только за это это предприятие подпадало под санкции. Да и просто грузовиков КАМАЗ в армии было много, поэтому избежать санкций этому предприятию не представлялось возможным. Хотя там пытались их избежать, хотя бы на какое-то время. Как сообщил гендиректор КАМАЗа, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Цитирую. Это предприятие никак не может отказаться от зарубежных комплектующих. КАМАЗ уже давно встроен в мировой автопром и не способен локализировать производство всех комплектующих на территории России. То есть по факту это означает, что отсталая российская промышленность не в состоянии производить необходимые комплектующие, чтобы автомобили были современными. Или приближенные к современным. И это еще не все. Как сообщил гендиректор российского автогиганта, цитирую. В 2014 году мы находились в красной зоне. Компания могла попасть в санкционные списки. Перед нами стояла задача уменьшить долю Ростеха. Мы уменьшили. Еще одна задача. Отказ от выпуска военной техники. Мы это предприятие вывели за пределы КАМАЗа вообще. И перестали производить чисто военную технику. Сообщил гендиректор Кагогин. Но после начала полномасштабной российско-украинской войны против КАМАЗа сразу же были введены санкции Запада. Ведь это, наверное, самый основной и массовый грузовик российской армии. И российская армия начала полномасштабное нападение, используя массово КАМАЗы. Нужно сказать, что санкции фактически отбросили российский КАМАЗ и не только КАМАЗ, а вообще все предприятия автопрома Российской Федерации на многие десятилетия назад. Фактически обратно в эпоху СССР. Ведь всю новую линейку гражданского автопрома КАМАЗ не в состоянии выпускать в условиях санкций и отсутствия зарубежных комплектующих. До введения санкций КАМАЗ хотел перейти, к примеру, на выпуск автомобилей класса Евро-5. Их должна была выпускаться основная масса. Но после запрета поставок западных комплектующих, оказалось, что КАМАЗ может выпускать только автомобили класса, например, Евро-0. То есть, если говорить по факту простым языком, то с современных и экологически чистых грузовиков, а также оснащенных современной электроникой, пришлось вернуться к производству древних грузовиков антиквариата советской эпохи. Потому что на другое отсталая российская промышленность не способна. Без участия Запада с его передовыми технологиями. Поэтому вся современность российского КАМАЗа, да и вообще российских автопроизводителей, закончилась 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного нападения России на Украину. И пока существует изоляция России международным сообществом, ни о каком современном производстве российского автопрома и вообще современных автомобилей на территории Российской Федерации не может идти и речи. Все, на что способен российский автопром без Запада, это начать выпуск советского колесного антиквариата. То же самое касается и поставляемых автомобилей для армии. А разве это не демилитаризация российской армии? Как показывают факты, вооруженные силы Украины получили бронеавтомобилей во многие разы больше, чем имелось в российской армии перед ее вторжением в Украину. И в еще большие разы, чем их осталось на вооружении российской армии после ее масштабных потерь в боях. И разница эта будет только расти. Потому что российский военно-промышленный комплекс производить такие автомобили уже не может. А Украина наоборот получает таких бронеавтомобилей подобных. Все больше и больше. Со всего мира. Также нужно уточнить, что все без исключения легкие и средние бронированные автомобили, которыми производились и производятся серийно на территории Российской Федерации, не являются бронеавтомобилями класса МРАП. Подчеркиваю на этом ваше внимание. То есть они не имеют надежной противоминной стойкости. Причем даже без анализа техники. Про это заявила сама же российская пропаганда. Так в августе 2022 года в российской компании Рем Дизель заявили, что предприятие создало первый в Российской Федерации бронеавтомобиль класса МРАП. То есть с усиленной противоминной защитой. Им стал бронеавтомобиль К4386ЗАСПН. Литера К по-видимому означает КАМАЗ. Потому что создан этот бронеавтомобиль был на базе КАМАЗовского Тайфун ВДВ. Он же Тайфун К4386. Как видим цифры совпадают. А литера К тут означает, что это именно КАМАЗ Тайфун. То есть все сходится. Просто КАМАЗ боялся попасть под санкции. И как становится понятным, начал выпускать свою продукцию на других российских заводах. Надеясь таким образом обойти санкции и остаться на плаву. Но не вышло. Не вышло с серийным производством этого бронеавтомобиля. И не вышло уйти от санкций. Потому что новый бронеавтомобиль только начал проходить испытания. И речи про серийное производство пока не идет. А во-вторых, санкции обойти также не удалось. Кстати, как стало известно, после полномасштабного вторжения российской армии в Украину в 2022 году, КАМАЗ сразу же попал под санкции Запада. И тогда было объявлено, что автогигант будет выпускать теперь КАМАЗы только с отечественных деталей. То есть фактически модели, которые выпускались еще при СССР. То есть на том же техническом уровне по факту. И конечно же вся российская пропаганда в один голос заявила, что санкции Запада стали щедрым подарком для КАМАЗа. Правда, что-то они не уточнили в чем именно. Точно так же они не уточнили с каких КАМАЗов им теперь придется пересесть и на какие. То есть какие именно КАМАЗы завод выпускал до санкций и какие будет выпускать во время санкций. Так что на кого были рассчитаны все эти фейки, российские, непонятно. Простой пример. КАМАЗ начал выпускать новый модельный ряд совместно с Германией. Это были вот такие вот тягачи, к примеру. Современные и удобные. Ну, это видно даже по их внешнему виду. Из грузовиков были вот такие вот модели. Довольно современные, кстати. А после введения санкций на конвейере практически полностью пропали какие-либо новые грузовики. Зато были обнаружены массово вот такие вот серийные КАМАЗы. Это как раз кабины КАМАЗов уровня 1970-х годов прошлого века. То есть времен более чем 50-летней давности. Раз они на конвейере вместо новых, значит каким тогда КАМАЗом вернулся российский автопром? А вопрос, переход с новых КАМАЗов на вот такие древние, это и есть щедрый подарок для КАМАЗа, по версии российской пропаганды. Ну если так, то тут российская пропаганда в очередной раз переплюнула сама себя. Ведь мир облетела новость о том, как санкции отбросили КАМАЗ в 1970-е годы прошлого века. Показали всю сущность российского автопрома и реальный низкий технический уровень развития Российской Федерации. Это и называется вперед-обратно в СССР. Ведь санкции лишили этого гиганта современных комплектующих. И неудивительно, ведь это фактически основной грузовик российской армии. И эти бронеавтомобили участвовали во вторжении массово, а также просто бронеавтомобили марки КАМАЗ. А КАМАЗ все это время снабжал российскую армию деталями и комплектующими для обслуживания этих автомобилей. А также поставлял новые автомобили в армию. Поэтому все попытки российского КАМАЗа обойти западные санкции оказались провальными. И нужно сказать, что подобная ситуация случилась не только с КАМАЗом, а практически со всеми российскими производителями автопрома, да и не только автопрома. Ведь отсталая технически Россия могла начать производить хоть что-то либо современное только в условиях тесного сотрудничества с Западом, то есть используя западное оборудование, комплектующие технологии. Так вот 24 февраля 2022 года нападение Российской Федерации на Украину лишило России всего этого. Страна попала под жесткую изоляцию развитыми странами мира. И теперь Россия не способна производить что-либо современное. Что говорить, если как доказали западные санкции, российская промышленность оказалась настолько отсталой, что не была способной даже производить современную туалетную бумагу. Тогда о чем более сложном вообще может идти речь. И российский автопром с его продукцией тут яркий пример. Это и называется демилитаризация России. Также российская армия стала массово переходить на использование тентовых грузовиков вместо бронеавтомобилей. А порой российская армия использует вот такой вот способ перевозки своих военных ввиду нехватки армейских грузовиков. Это российские мобилизованные осенью 2022 года, если не ошибаюсь, в Луганской области, когда их начали вывозить для латания дыр в прорванной вооруженными силами Украины российской обороны там. Это уже после Изюмского котла и освобождения всей Харьковской области от российского агрессора. Почему россияне использовали именно этот способ доставки военных на передовую, остается загадкой. Возможно, действительно в тот момент не хватало армейских тентовых грузовиков или грузовиков с кунгом. А возможно, причина кроется в том, что стальные борта этого краза лучше защищают от пуль, чем тентовое покрытие или деревянный кунг, покрытый в лучшем случае тонкой жестянкой. В общем, какая бы ни была причина, факт отношения российских военных к своим военным ярко иллюстрирует это фото. За кого или за что их считают, можете ответить в комментариях. В общем, на фоне масштабной демилитаризации Российской Федерации, Украина наоборот получила и получает все больше и больше помощи от Запада. Все больше и больше бронеавтомобилей и, кстати, самых передовых бронеавтомобилей по стандартам НАТО, которыми украинская армия в том числе проводит контрнаступления, используя такие бронемашины как высокомобильные штурмовые средства для быстрых наступательных действий. И таких бронеавтомобилей у украинской армии много, тысячи штук. А у российской армии такая возможность отсутствует, потому что у российских военных практически полностью отсутствуют подобные бронеавтомобили класса МРАП, на которых возможно проводить мобильные атаки. А значит, украинская армия имеет возможности по быстрым атакам и может углубляться глубоко в тыл противника за считанные часы. А у российской армии такая возможность полностью отсутствует. Это означает, что украинская армия превосходит российскую по бронеавтомобилям класса МРАП как по качеству, так и по количеству. Чем она выгодно пользуется в российско-украинской войне? Более того, если Россия теряет свои последние бронеавтомобили и не способна технически производить новые, как минимум в необходимом количестве, а как максимум еще и не подходящих по качеству ввиду отсутствия зарубежных комплектующих, то украинская армия продолжает получать от западных союзников все больше и больше самых современных бронеавтомобилей. Поэтому, уважаемые зрители, наш с вами видеообзор подходит к завершению. Из него вы в деталях узнали, как обстоит ситуация в российской и украинской армии по бронеавтомобилям, их качественному и количественному оснащению армии. Сравнили армии по этим бронемашинам и дальнейшим возможностям по оснащению армии бронеавтомобилями, а также узнали их роль для армии, соответственно сравнили боеспособность украинской и российской армии на их фоне. Узнали о влиянии санкций на российские ВПК и возможности по оснащению российской армии бронеавтомобилями. Узнали про международную помощь развитых стран мира для украинской армии в войне с агрессором, а также узнали, как повлияла война на обе стороны. Пока российская армия скатывалась с использования бронеавтомобилей на тентовые грузовики, в результате чего основными российскими военными грузовиками стали грузовики советской эпохи, а бронеавтомобили стали практически вообще отсутствовать в российской армии, то украинская армия наоборот стала постоянно пополняться все большим числом современных, самых современных в мире бронеавтомобилей класса МРАП, что привело к тому, что основными бронированными и вообще автомобилями украинской армии стали самые передовые западные образцы в больших количествах. Произошел полный переход украинской армии на стандарты НАТО и передовую технику НАТО. Это и называется демилитаризация Российской Федерации и милитаризация Украины. Соответственно, итоги такой кампании предельно ясны. Нужно сказать, что подобная ситуация проявляется не только с российским автопромом и российскими бронеавтомобилями, в том числе и классом РАП. Подобная ситуация обстоит практически во всех сферах промышленности Российской Федерации и, как следствие, ее поставками для армии. В то же время Украина, наоборот, во всех сферах перешла на зарубежные передовые образцы ведущей мировой промышленности. И ярким примером может служить артиллерия и САУ, в частности, самоходные артиллерийские установки. Вот именно их мы и сравним в нашей следующей части видеообзора о неизбежности поражения России в Украине, где сравним украинскую и российскую армию по артиллерии. Узнаем, какими образцами оснащена украинская армия, а какими российская. Узнаем, в каком количестве и сравним их тактико-технические характеристики и боевые возможности. Следующая часть вам будет предложена в конечных заставках, а ссылка имеется в описании под видео. На этом наш видеообзор подходит к завершению. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, интернете, пишите комментарии и ожидайте новое интересное и увлекательное видео. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр.